Всем привет! Меня зовут Егор Шприт. Сегодня мы снимаем классное видео, которое должно тебе понравиться. В этом видео я нанял спецназ для того, чтобы они арестовали Диму Масленникова, Супер Стаса, Даника Столярова, Эмиля и Яну. А как у нас это получилось, вы сейчас увидите. Не переживайте, конечно, это не настоящий спецназ. Это просто люди, которые одеты в форму. Они часто занимаются такими розыгрышами. Это их работа. Первый на очереди был Леша Столяров. И все получилось слишком гладко, так как Леша Столяров должен был прийти к нам в офис на съемку Яны. Поэтому это просто идеальный вариант, чтобы задержать их двоих. Ну что, со мной сейчас Леша Столяров. Здравствуйте, ребятушки. Ну что, ты готов отгадывать женские штучки? Женские штучки я готов отгадать. И я уверен, что я практически все отгадаю. Я семейный человек. Да. Сначала называю тебе слово, ты говоришь, что это может быть. Давай. Как ты думаешь, что такое балаяж? Балаяж. Да. Не знаю, что-нибудь попроще. Балаяж. 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 Ладно, это можно подсказать одежду, косметоз, чему-нибудь, еда? Пока не поздно. Напишите в комментариях, кого вы хотите, чтобы мы пранканули. Кого-то из популярных блогеров, которых вы смотрите. Напишите в комментариях. Ладно, давай представим, что это одежда. Балаяж. 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 Наверное, что тебеιдew MYK? Балаяж. Руки朝pseимово. Д Fuji балаяжуер. На планахер. Мне не очень правильно. А вы что? Чем занимаетесь, девушка? Вы нам представьте. Чем занимаетесь? Чем занимаетесь? Чем занимаетесь все эти квартиры? В целом двоих. Что снимаете? Что снимаете? А вы? Что снимаете, я спрашиваю? Ютуб видео. Что за ютуб? На какой причине бы я? Что у вас было в ютубе? Ютуб канал. Что было в ютубе? Рассказывайте. Челленджи. Какие еще челленджи? А вас как зовут? Смисо, что ли? Ну вы представьтесь. Сейчас поделаем месть. А скажу, что это? Нарочники к тебе надеть. Сверни всему А что вы сделали? Александр Сергеевич, 13-14, Александр Сергеевич, вопросы есть какие-то Да, удостоверение показывают Мы вам в отделении покажем все удостоверение, все свои документы Рассказывайте, что в Телеграм было В каком Телеграме-то? Я вас понял, что вы рассказываете, что было у вас в Телеграме Многие романы, с ним общались Так уточните пожалуй, тогда именно Бежим, оболчи! Рассказывайте, что было в Телеграме у вас за последнюю неделю Переписка. Перед с кем переписка? Рабочая. Телефон твой лежит? Наверное, я же не вижу. Кто у тебя посредник? С кем ты общался по работе? Будешь показывать или что? Да, конечно. Рассказывай, с кем общался? Телефон вашего? Ой, это мой, это мой, это мой. С кем общался? Общался с супругой по работе, по ютубу общался с ребятами. С какими ребятами? Которые здесь находятся. Вчера гонку героев бежали. Запрещенные вещества при себе имеются? Нет, обыщите. Обыщите, нет ничего. Сколько вы тут находитесь по времени? Минут 10. Это кто может подтвердить? Мы все. Деловые такие, все подтвердят. Алексей Викторович, говорите, что было в Телеграме. Затвините, я тебе сказал! Съемочные процессы, которые сегодня снимались. Куда они потом пойдут ваши съемочные процессы? На ютуб-канал. Ты это можешь подтвердить? Конечно. Что ты на ютуб-канале делаешь? Ты заработаешь деньги там или что? Я снимаю спортивный контент, связанные спортивные челленджи. С какой целью ты это делаешь? Чтобы было максимально много людей в России занималось спортом. Главная моя цель. Финансирование на съемки откуда ведется? Самоличное. Доход подтвержденный у вас? Доход подтвержденный, есть ИП, можете проверить. Налогу и все состоишь. А с налогом что у вас там, с ИП? 6-7% подоходно, как обычно. Тоже сейчас все подтвердишь, в отдел поедем? Да, подтвержу, конечно. Бухгалтер есть у вас, который может... Конечно, есть, конечно. Обналичиваешь сколько? Я не обналичиваю деньги. Не ври! Не ври, я тебе сказал! Я не обналичиваю деньги. Так, в отдел сейчас, значит, проезжаем? Хорошо. Будет осмотр, там будет все подтверждение. Хорошо. Недавно мы устроили гонку, потому что на канал было подписано ровное количество людей, девочек и мальчиков, ровно 50 на 50. И мы подумали, что кто-то ведь должен выйти вперед. Все очень активно подписывались, но девочки вышли с каким-то невероятным отрывом вперед. 70 на 30. Как у них это удалось, я до сих пор понять не могу. Но есть еще два дня до конца этой гонки. Я не уверен, что у мальчиков это, конечно, получится, но если вы обгоните девчонок, я точно буду знать, что вы прям абсолютно все можете. Ребята, кнопочка внизу, подписывайтесь. Пацаны, давайте, поднажмите, вы чего? Ну, подождите, ну что вы, подождите? Ай, ну, подождите вы, ну я же не сопротивляюсь живым, законов не знаете. Я вообще гражданка Республики Беларусь. У меня должны мои. 456-я статья знакома? Головного кодекса. Я вообще закон, честно признаться, не нарушал никогда, поэтому не очень знаю. Ну, мы вам напомним название этой статьи, 456 Головного кодекса, это за превышение просмотра на ютубе. За что, простите? За превышение просмотра. За превышение, с другими поперниками. Это франк, чувак. Ты одного меня пранковали? Нет, каждого из них завтра буду остальных пранковать. Блядь, придурки, а. Придурки. А ты навалил? Ну, я не то, что навалил, типа, когда начали уже там говорить, я думаю, про что? Знаешь, я тебе хочу сказать, ты очень уверенно держался, сразу было видно, что честный человек, на самом деле. А тебе вообще спокойно, спокойно. Да, я говорю, подоходный 6-7 процентов ип. Ну вы мрази. Сдавили по-настоящему. Я сначала думал прикол, но когда сдавили. Ты понимаешь, ты здоровый пацан, я знал, что ты выдержишь. Ну, типа, а надо было убедительно. Да, я понимаю, и они сдавили, и я такой, думаю, что происходит? Я еще не обратил внимания, на что у него на шизике. Я думаю, такой, думаю, я не успел ничего посмотреть, думаю. Я уже поняла, что это прикол. Реально? Да. Вот видите, все понимают, что прикол, поэтому в следующий раз, когда будем пранкать остальных, нужно прям какую-то... Я поэтому начала просить, скажите своими фамилию, скажите удостоверение. Это ты повелся, столярик повелся. У меня, чуваки, когда повели, я думаю, ну куда дальше? То есть ты там сама не знала ничего? Она не знала сама, она всех из лиги пранкую, понимаешь? Леш, 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 Настя не знала. Да. Я не знала, Леш. Уволена. Леш, Леш, я не знала. Ты не знала? Я не знала, нет. Вначале я подумал, что херня. Так, а пожалуйста, нет. Нет, никому. Конечно, я ерунда, что ли. Хочу, чтобы они тоже обосрались. Я еще думаю, телефон. А я вот момент, когда ты должен был... Не-не, спасибо. Когда поверят, я думаю, телефон. Сейчас буду звонить. Они к нему обращаются только. То есть, типа, смутило то, что они полностью знают его имя, фамилию. А задержание? А на мой взгляд, задержание происходит как? Ну вы же должны хотя бы что-то удостоверение показать. Единственное, что типа это подоходный, и типа ты такой, типа, что было в инстаграме. И ты так и думаешь про себя, что на... Вот мне кажется, если скрутить и охоть тащить сразу... Вот это по... Буквально... Красавцы, красавцы. Мы тебя погрузили в автобус. Мы тебя погрузили в автобус. Мы тебя погрузили в автобус. Реально? Есть. А я лицо хотел понять, думаю, что с Настей. А смотрю, нету, и думаю, где она интересная. Не, мне было абсолютно по... Если честно. Задержать Эмиля было непростой задачей. Так как после фотосессии через три часа он должен был приехать в офис. Так нам сказал его менеджер. Но почему-то он решил задержаться на 40 минут. И мы почувствовали себя настоящими полицейскими. И нам пришлось выжидать его в машине. Ну что, мы на месте. Сейчас будем паковать Эмиля и, возможно, монтажеров, который находится в офисе Дима Масленникова. Мы ждали его 40 минут. И дождались наконец-таки, вот он только что зашел в подъезд. Вон стоит микроавтобус с нашими бойцами. Я думаю, сейчас по сигналу будем начинать. Звери! Надеюсь, у него будет более испуганное лицо. Не как у Яны из Толярового. Побежали бойцы, выходим. Поехали, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, ребят, выводи его из квартиры. Ложим мордой в пол. Агрессивно далась информация, спрашиваем, что как, и спускаем его на подъезд, где подъезд, где я был за охранник. Силка двое. Раз, два, три. Силка двое. Шашков. Запрещенные вещества имеют? Нет. Ты что улыбаешь? Не смешно? Фамилия Драга. Еще раз. Запрещенные есть обучие? Нет. Смотри этого. Вы конкретный вопрос задавайте, я отвезу. Заткнись. У тебя следствие. Сейчас в отдел поедешь, я тебе задам вопрос там. Следствие. Молча. Стоять. Бежим, не дергается. Проход. Смотри себе в ноги, понимал? Смотри, не внутри же. Ты понял, почему тебя задержали? Голос мой знаком? Голос мой знаком? За превышение просмотров, брат. Ты ехала. Развяжите ему руки. Наручил ты там, все, что, наручил? Ну что, ты охренел? Ты поверил? Ну я, да я еще сижу в комнате Арины, слышу визги, я думаю, Диман пришел там, что-то начинает тарать, не знаю. Просто мне интересно, ты же блогер, и ты понимаешь, что вот такие моменты могут произойти в любой момент, потому что Гусейн Гасанов это делает. Это вообще хуйня, я тебе говорю, я настолько сейчас у меня в ролик, я сейчас должен ролик поехать снимать. Я приехал, и у меня оператора там тоже повязали, и меня уводят. У него, наверное, инфаркт сейчас. Нет, брат, он знает. Он знает? Ну, короче, просто мне расскажи, ты поверил, что это реально? Я говорю, у меня мысли вообще в другом. Сбегает пункт, начинает меня резать. Я не знаю. Ну ты держался мот, сон, красавчик. Знаешь, в чем идея? Я просто каждого из лиги пакую и смотрю на реакцию. Ладно, спасибо, Эмилька. Красавчики, пацанки, я реально поверил. Все, клево, ребята, все получилось, как надо, отлично. Мы тебя ждали 40 минут в машине, ты опаздываешь. Извини за носки. Да, не, с минуты в минуту приеду, ходи. Хорошо. Твою мать! Мы только выходим из подъезда, и тут какого-то хрена появляется Дима Масленников. Вот здесь мы поняли, что это какая-то мистика. Но не может быть такого совпадения, чтобы Дима Масленников пришел именно в этот момент. Твою мать, какого-то хрена ты здесь. Блин, просто б***ец. Я прям из подъезда начала ты ставь сразу. Твою мать, я еще маску. Короче, у меня типа идея, я пакую всех из лиги спецназом, ну ОМОНом. Вот, и ты был последний, но вот мы не знали, как бы тебя добраться. Потому что ты непредсказуемый, как оказалось. Мы думали, ты в офис приедешь, что не приедешь. Не, сейчас уже тупо. Ну мы Эмилю только что побежали. Ладно, ничего страшного, в следующий раз, когда ты вообще не будешь ожидать. Ну вот тогда я буду знать, что это, б***ь, какое совпадение это. Ты увидел свое лицо. Да, тупое, наверное. Ну что, мужики, здорово. Мастерам по упаковке не получилось, что отброс, ну что поделать. Как ему повезло. А мы еще думаем, блин, главное, чтобы, ну, не спалиться. А сейчас еще Даник придет. А сейчас форма разная. В первые секунды ты не замечаешь, что форма разная. Они когда выходили, я подумал, что это у нас кто-то розыгрыш снимает. И только потом я твое, б***ь, это увидел. Блин, просто Дима, чтобы вы понимали, если бы мы его паковали, там нужно было прям подготовиться. Он бы, мне кажется, выпукл бы сразу. Вообще, сразу же. Да, ну я по форме. Б***ь, ну почему? Это, б***ь, лучший видос на, лучший видос на канале. Б***ь, понимаешь? Я сам в шоке. Зачем ты в офис приехал? Матеря, зачем ты приехал в офис? Расскажи нам, пожалуйста. Скинуть одежду. Скинуть одежду, он приехал, б***ь, скидывай. Мне арестово, в офисе поднимается. Мы могли еб***ть только вместе с Емилем Паканом. Вот это было бы идеально. Как и планировали, на самом деле. Ну, ладно, ничего страшного. Все, иди вещи свои, скидывай. Хорошего тебе дня. Давайте мы за этот фейл поддержим Егорика, подпишемся на его канал, поставим лайк, напишем комментарий Игорь Клэн. Дим. Сам лох. Дим, Даник и Стас пока не в курсе. Ну, пожалуйста. Если что. Мужики, я вам сразу говорю, Стас будет отбиваться. А когда Стас отбивается, 200-килограммовый мужик. Ладно, все, давайте свалим. Все, Димасик, давай. Никому не говори. Ребята, удачи вам. Даник, Даник, тебя едут паковать. Короче, мы потерпели поражение. Кто бы мог подумать, что Дима Масленников именно в этот момент решит зайти в свой офис. Я, я не знаю, я не знаю, что делать теперь. Единственный, кто у нас остался, это Даник и Стас. И вот, надеюсь, в этот раз мы не облужаемся. Ну, это пи***ц какой-то, честно, ребят. Потому что я уверен, вы все хотели посмотреть, как пакуют Диму Масленникова. Поехали за Даником и Стасом. Они просто сейчас будут направляться в аэропорт. И вот по дороге в аэропорт мы будем останов... Во-первых, такси. Они вызовут такси, как нам сказала менеджер. И таксист не будет в курсе. То есть это еще и пранк от таксиста, как оказывается, будет. Следующие на очереди Супер Стас и Дикий Даник. И тут задачка тоже была непростая. Потому что целый день они были дико загружены. У них не было времени даже поесть. Но мы все-таки умудрились найти время, чтобы это провернуть. В 8 часов вечера они должны были вылетать в Сочи и поехать в аэропорт. И мы решили их задержать прямо по дороге в аэропорт. Конечно, здесь есть нюанс. Они вызвали такси. И да, таксист об этом тоже ничего не знал. Я не знаю, сидим уже 2 часа в этой тачке. Уже стемнело. На улице. Но все, ожидаем, ребят, когда они выйдут. Они должны поехать в аэропорт. Но почему-то долго как-то, очень. Ребята, смотрите, мы чисто... Ощущение, что мы реально какие-то полицейские. Сейчас выжидаем преступников. Но они не преступники. Руки. Машина вышла. Что ты улыбаешь? Руки. Руки засты. Ноги. Выгонем из машины. Волю выжить. Лиши из машины. Машина. Руки. Руки. Стоим, молчи. Статья известна. Господа. Руки засты. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ладно, ребят, я понимаю, вам в аэропорт едьте, все, все хорошо Время, время, время Всех разыгрываете? Всех? Ну вот так вот, как-то быстро, все сумбурно, Стас оказался бойцом и в итоге пришлось остановить раньше времени пранк Ну что, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео, вы поставили ему лайк, дописали приятный комментарий, мы правда старались, потратили целый день, ожидали в тачке, я думаю, это заслуживает вашего внимания Ну а мы погнали снимать новое видео, ну а пока, пока! А я вижу, ты не подписан, на канал, просто спустись, там кнопка красная Ты подпишись на мой канал, сделай это сам, сделай кнопку серой, просто ткнув на экран Подпишись на мой канал